я приветствую вас возлюбленная благословенная церковь иисуса христа сегодня воскресенье в нашей церкви снова богослужения приглашаем всех давайте с вами помолимся наше богослужение начинать с хлебопреломления давайте закроем глаза дорогой небесный отец спасибо тебе за этот хлеб за этот напиток ибо этот хлеб это твоя твоя тело этот напиток она твоя кровь ты сказал ешьте мая плоти пейте мой кровь и будете иметь жизнь вечную ядущие мою платье пьющем у кого имеют жизнь вечную кто не будет есть мои плоти пить моей крови тот не будет иметь себе жизни и ядущий кто не будет есть плоти сына человеческого и пить его крови тот не будет иметь себе жизни ты сын человеческий с большой буквы и мы благодарим тебя господин что однажды ты пришел сюда на эту землю по плоти ты стал человек ты тот который сотворил всю эту вселенную стал человеком чтобы спасти нас дождись отождествил нас собою мы благодарим тебя господь что через то через веру в жертву иисуса христа мы становимся сопричастниками божеского естества и ты сказал что верующие меня если умрет оживет всякие живущие верующие в меня не умрет вовек мы благодарим тебя господь за вечную жизнь за эту веру и помоги нам хранить ее до конца своей жизни во имя иисуса христа открывайся нам сегодня еще глубже еще шире еще больше и мы хотим познавать тебя мы хотим мы хотим парить вместе с тобою во имя иисуса христа надо обстоятельствами нашей жизни ничего не бояться в этом мире во имя иисуса христа и по победа наша победившая мир это наша вера и пусть это верно она действует любовью твоею благодарим тебя господь спасибо тебе иисус аллилуйя слава тебе прими наше поклонение честь славу ты достоин всей славы ты достоин всей хвалы аллилуйя слава тебе асана господь прославься и пусть много людей покаяться по имя иисуса христа пусть много людей спасется пусть много людей исцелиться познает истину твою истина сделать их свободными спасибо тебе за то что ты искупил нас отцу бедной жизни преданная нам от отцов и спасибо тебе за новую жизнь за вечную за вечную жизнь благодарим тебя господь и помогай нам жить вечной жизни уже сейчас здесь пока мы воплотим во имя иисуса христа с благодарностью любовью молимся аминин ты тела твою за нас сломим и ешьте это все это круто из-за многих изливаемого оставление грехов пить это пейте это все ученики иисуса христа давайте с вами спою прославим нашего господа покой а а а и а а Крыло сохранит. Хватинаю рукой Пусть бушует шторм и гром гримит. На пуле буду я с тобой, Париж. Мой отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, ведь мой Бог со мной. Найду покой Тебе, Христос. Верю я в могущество Твое. Пусть бушует шторм и гром гримит. На пуле буду я с тобой, Париж. Я не боюсь, ведь мой Бог со мной. Скрой меня Своим крылом. Скрой меня Своим крылом. Скрой меня Своим крылом. Найду покой Тебе, Христос. Верю я в могущество Твое. Пусть бушует шторм и гром гримит. На пуле буду я с тобой, Париж. Мой отец, ты царь над всей землей. Я не боюсь, ведь мой Бог со мной. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус. Аминь. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Присоединяйтесь к нашему богослужению. Присоединяйтесь к нашей хвале. Сегодня мы будем размышлять над Словом Божиим. Сегодня мы будем учиться молиться по Слову Божьему. Мы живем по доброму учению Иисуса Христа. И апостол Павел сказал, кто не приносит всего учения, того не принимайте в дом. Ибо участвующий тот, кто принимает такого человека, тот участвует в его злых делах. Поэтому мы верим в то, что Иисус умер за нас на кресте и то, что Он воскрес из мертвых. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому, если ты еще не спасен и ты хочешь быть уверенным и застраховать свою душу, свое будущее вечности, то можешь повторить за мной эту молитву. Дорогой Иисус, я верю, что Ты умер за меня на кресте. Прости мне все мои грехи и очисти мою жизнь от всякой скверны, плоти души и духа. Прошу Тебя, и я благодарю Тебя за то, что Ты всю жизнь хранил меня до этого дня и дал возможность мне узнать Тебя. С сегодняшнего дня я исповедую, что Ты мой Господь и Спаситель, что Ты Иисус мой Господь и Спаситель. Помоги сохранить мою веру до конца своей жизни. Крести меня Духом Святым. Я жду, что заговоренные на языках, как будет Дух давать мне провещевать во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Помоги мне жить верующей, благочестивой жизнью, угодной Тебе. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Если вы помолились этой молитвой от всего сердца, то я вас поздравляю. Добро пожаловать в Царство Божие. Присоединяйтесь к нашим богослужениям. И мы за вас молимся. Мы за вас ходатайствуем перед Небесным Отцом. Чтобы Господь хранил вашу веру. Чтобы Господь хранил ваши души. Чтобы Господь хранил вас, как зеницу лука своего. Чтобы Он вел нас, вас направлял, давал победу во всех сферах вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы вас любим. И давайте с вами сейчас начнем учиться молиться. Основание нашей веры это Иисус Христос. Иисус Христос это Слово Божье. Через Слово Божье мы узнаем, что хочет от нас Господь. Через Слово Божье мы узнаем истину. Истина делает нас свободными. И если вы не были рабами никому, то всякий делающий грех есть раб греха. И Библия говорит о том, что возмездие за грех это смерть. И дар Божья, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. И спасибо тебе, Господь, за этот подарок, за вечную жизнь. Что ты уничтожил все наши грехи. И мы имеем вечную жизнь. Аминь. Итак. Сегодня у нас на очереди 2 Тимофея. 2 Тимофея 2 глава с 1 по 25 стих. Давайте с вами откроем. И будем сразу эти стихи Священного Писания переводить на себя. Кто уже участвует в наших богослужениях, тот знает. Кто еще не знает, то мы уговорим. Страница 253. Синодальный перевод. Первое послание к Тимофею Святого Апостола Павла. 2 глава. И так, прежде всего, совершаю молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И за себя тоже. За царей, за всех начальствующих, дабы проводить мне жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю, моему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и мною, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления меня, таково было в свое время свидетельство. Для которого я поставлена проповедником и апостолом, истину говорю по Христе, неугу, учителем язычников в вере и истине. И так, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Так, девятый стих. Чтобы так же и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрым украшали себя, не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами. Так, я извиняюсь, я не то открыла вообще. Там мы уже размышляли над этими стихами. Ну, хорошо. Не помешает этими стихами помолиться. Жена, посвящающая себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякую покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости, в целомудрым. Аминь. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Здесь Господь нам, значит, открывает, да, что как должны одеваться жены в приличном отделе, а одеяние должны быть. Вот. И... 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 И...